добрый день кто есть кого нет сегодня это видео будет посвящено тому что мне люди пишут в комментах очень часто по поводу руники одни и те же вопросы одни и те же заявления и сегодня отвечу на них раз и навсегда и потом буду давать на ссылку людям на это видео и сейчас я объясню может быть кто-то не знает кто я такая кто значит начнем с того что я за ним я сама график я сама архитектор я сама художник я сама пишу картины я сама тем там именно графикой занимаюсь а вот у меня высшее образование я работал архитектором к чему я хочу сказать что я в своей лица профессии магическом профессия магического с 6 лет очень давно очень давно и рунику я знала эту об этой рунике еще когда они вообще никто не знал что это такое что это за боги что это за руны и когда я уже вышла на youtube на youtube я конкретно вышла где-то семнадцатом году уже люди стали интересоваться что такое руника что это за магия потому что до этого основном на наших просторах был даже больше знали о воду чем у рунах что-то ровно это какая-то письменность на самом деле вот я сейчас начну отвечать добрый вечер чтобы вы понимали почему в первую очередь почему мне можно доверять почему во первых я черпаю информацию только из скандинавского эпоса никакой другой достоверной информации о рунах больше нигде нет есть разные авторы я сейчас их не хочу упоминать ну не хочу почему потому что они также что-то домысливают вот они там есть и авторы иностранные наши всякие фамилии там русские есть но опять же они что-то придумывают истинная информация только старшая младшая эды все что там написано это вот именно источник все остальное даже авторы есть очень уважаемые но они тоже тоже как бы что-то догадываются и придумывают начнем с того что первое что очень часто мне задают вопрос про луну отвечаю и один раз и навсегда нигде в эдах рунические работы никак не привязывались к луне почему-то какая обязательно мне кто-то напишет что баба глаша на своем канале вот у нее там пять миллионов каких-то там людей что-то понимаете от того что баба глаша собрала пять миллионов на своем канале которая там она и паски святит и сатану вызывает и про руны рассказывает баба глаша массовица затейница но круно о рунах она ничего не знает она даже не заслужилась вникнуть в эту тему но поскольку у неё она как говорится и жнецы над людей грец и и пляски и танцы вот она массовик затейник ничего толком про руны она даже не углубилась и некогда она сидит утра до ночи клепает там контент рассказывает какие-то байки она не понимает что и мне мне интересно что люди люди определенного круга вот они собр собрались вокруг нее им весело хорошо повторяют за ней вот того что у нее там на канале много подписчиков ни о чем не говорит одна баба сказал причем это не одна там их много одна баба на своем канале сказала что чистки рунические чистки надо делать на угли до сейчас с чего при виде кто читал это кто вообще слышал про это тетя эти тети вообще не знаю что поэты все что касается у вот там все как они наносили как они назывались повивальные руны на все эти руны пива это все восходит к источникам к этим и дам не как при кати когда ни при каких обстоятельствах там никто не ждал луну тем более что по образу жизни по руны это не просто магия это философия жизни это целый взгляд на жизнь который рождался в определенном обществе скандинавии что она на не привязывалась куне потому что это были воины и мы до мореплаватели учитывали луну но у них не было времени как у земледельцев сидеть ждать луну у них воины были они сегодня собрались возле костра им надо идти воевать какая луна чем вы вообще сколько я уже просто не могу у меня уже так все это камео баба она сказала у нее там миллион собралась если она собрала много людей это не значит просто рассказывает им скучно они сидят и и слушает но им весело наверно что что-то какую-то сказку про руны дальше значит это как луна это самый шокирующий меня рассказ который мне всеми что-то луну ждать у меня нет скандинавская мифология будем так ее называть я называю магией она не для ждунов это активное сотрудничество силами природы для с целью изменить их для себя это не астрология где она там что-то ждет когда какая-то планета куда-то зайдет луна войдет выйдет и нет это не их подход это у них очень все было динамично быстро кроме того а добрый вечер вы сколько сколько людей прям собралось смотрите какой-то все всех заинтересовали эти да потом по поводу маркера все так прямо заморачивается над на тему маркеров давайте по насчет эд в эдах естественно что не было маркера но когда они наносили да они наносили они красили конечно тоже в основном если восходить к рунам то конечно они и резали резали в основном это называю в переводе означало значит резать это камень это дерево кстати кто знает кто не знает почему в рунах прямые и под 45 градусов и нету круглых футарки вот в основном нету круглых и нет горизонтальных линий если кто заметил почему это связано с тем что наносили на дерево на деревянные плашки и в деревянных плашек горизонтальной как мы знаем структура или вертикально если бы они наносили вырезали по дереву то это плашка что разваливается со временем вот за счет почему вот эти вот углы со под 45 градусов было и и нет полукровых потому что их неудобно рисовать на дерево не было бумаги не было маркера но руны подкрашивали до подкрашивали крови но с целью просто покрасить они никогда не активировались какой-то голубейной крови мне рассказывают не было этого не было то есть это с целью покрасить одних красили и совершенно для того чтобы просто их лучше видеть они с целью активации и не с целью не было маниакального там ничего связано с целью что вот на деньги только зеленым маркером до абсолютно пофиг можно зеленым желтым красным не знаю каким угодно серо-буромалиновым крабин если хотите наносите абсолютно любым маркером то есть это это вы можете выбрать маркер если вам так хочется но никакого сакрального там от этого действия не поменяется это как вот холодильник да я купила он холодить независимо от своего цвета так и тут тут нет зависимости цвета и действия руны какого дедушки бабушки я про руны говорю я поговорю про то что во первых у меня последнее время наплыв каких-то странных комментаторов которые пишут всякую чушь какие-то маты мне пишут кстати я вообще не могу понять youtube блокирует еще они часто многие не доходят причем пишут не по теме а еще мне приходят из разных каналах и говорят что баба параска сказала что надо вот на убывающую чистку от этого делать баба параска пусть она мне принесите мне пожалуйста или найдите сами где в эдак сказано про бывающий или растущую луну все пожалуйста там нет ни одиного упоминания про это вот есть упоминание о том и на чем они наносили до на коже на повивальные руны допустим наносились на пульс на запястье об этом есть упоминание на рог из которого они пили до наносились руны где там про луну что там вообще то что подкрашивали кровью но это не значит что красным маркером что это и и было активация там тоже этого не сказано дальше по поводу того что как наносить руны рудным можно многие руны надо нужно и хорошо наносить на себя но мне даже некоторые пишут я я просто офигела честно вообще просто что оказывается некоторые люди активируют руны на себе чтобы вы понимали в мире есть виды энергии то есть энергия природы это и вода и воздух это все формы существования энергии природы человек это живая энергия поэтому активировать на себе дополнительно поджигать какой-то спичкой люди поджигают какую-то воду на запястье вы что с ума сошли это мне вот пишут что какая-то там фрося на своем канале такое показывал люди вы что то я такое где а где то есть человек не знает вообще откуда руны взялись тех уже сто раз сказано что не смысле человек который не смысл и трудных не должен их резать это тоже выдох этих сказано если вы берете когда я показываю ставы которые работают рабочие как они работают я всегда говорю что то что минимум какой-то вы должны знать но как без этого дальше еще какие участок просто просто за голову хватает уже руны это графическая магия графическая там самое главное это изображение но кроме изображения еще есть образ да как какой-то который вкладывает человек который придумывает эту руну для какой-то цели и также передает вам это как знак тоже передача образа и когда мы речь идет о оговоре по поводу оговор оговор как бы он не то что не главный оговор просто я формулирую свою цель если она сформулирована изначально неправильно оговор как передача вашей мысли потому что вы думаете неправильно я вас поправляю когда я рассказываю почему этот оговор должен звучать так потому что вы неправильно мысль накручиваете неправильно накладывается мысль на эту руну вот поэтому не надо и чего только в оговорах не встретишь это кошмар и же чуть ли не и кодину не обращаются и чуть ли не к христу и а меня меня ми и да будет так это все не нужно это не заговорная магия это графическая магия главное обратиться к нужным рунам и наложить на них правильную мысль то что они должны исполнить все или исполнять допустим ну как бы регулярно так как например защиту то что она должна постоянно вас допустим защищать а когда вы берете есть очень много такого что руну том числе и в это что руну просто наносили пальцем чертили в воздухе да такое есть но для этого нужно очень развита именно визуальное воображение особенно хороша это магия для художников для людей с вот этим типом воображения зрительным которые которые хорошо представляют себе образ зрительно заговорная магия другая там очень подробно когда вы говорите заговор в него надо много раз читать о это не имеет никак это другой вид маги другой не такой как руны руны это графика в первую очередь вы должны видеть руны смотреть на них понимать как они заплетаются если не заплетаются знать где какая руна это понимать надо и внимательно читать инструкцию иногда они пишут что этот став воспринимается как бы полностью не надо его раскладывать на руны значит он своим внешним видом сразу говорит о чем этот 100 вот например став солнышко там сразу видно что это солнышко на светит это лучики это красота какая-то и сразу понятно о чем этот став то есть воспринимается полностью график графическая не надо никаких пусть не надо бить биться головой об стенку или там кланяться или падать на колени молиться рунам потому что я и такое встречаю и мне мои клиенты часто пишут что вот я прочла у какого-то там фамилию какого-то и и пишут такое а что творят на канале эти бабушки я не я вообще просто в шоке это какая-то вчера женщина сидела там на пенсии делайте и было нечего варила на всю жизнь на компот какой-то вот у неё внука думает вот сейчас я стану руна взяла какую-то футарг прошла инструкцию к этим рунам и вот она сила начинает что-то там она помнит какие-то заговоры то есть у нее вот эта каша в голове и она начинает рассказывать ну про можно нацарапать но чистку я бы не царапал почему потому что да есть метод такой нанесение рун как поцарапывание шрамирование но на чистка она и почистка нельзя находиться дома вот вы в баню сколько вот вы можете находиться в бане или под душем час-два так и чистка почистками нельзя так долго если это легкое процарапывание то то может быть лучше если на деньги то что не не может исполниться за неделю за две за три тут вот это лучше то что или защита да по поводу то есть я рассказываю то что я знаю точно то что я не знаю точно я буду обсуждать вот но то что эти тетеньки со меня вот возмущают что эти тетеньки неграмотные варила это повариха не знамыла она там полы не за воспитывала там детей показывал чебурашек но зачем вот это вот сидеть и рассказывать мне потом эти тетеньки которые там что-то вяжут смотрит эту тетю она и они идут ко мне на канал начинает мне рассказывать и ртете откройте эдды прочитайте или мне приведите мне примеры из эдды где там рассказано что на день не ставятся только зеленой краской вот где такое было расскажите мне и тетя сразу ой да у нее там 100 учеников там может у нее накручивают они там себе я могу сказать у меня тоже там миллион учеников ну что дальше ну что чему это вот эти аргументы какие-то ученики какие-то там накрученные просмотры что там это все легко отслеживается кстати вот дальше то они активируют нас не спрашивают как активировать на теле тело это живой источник энергии поэтому он активируется силами тела все не надо поджигать себе там не на не надо лить воду что там посыпать землю еще какой-то существует также активация помним что руны надо обязательно активировать но есть такие вещи когда говорят там рисовать во вселенную есть ну допустим то что приходит вообще из ниоткуда там деньги спонсор какого-нибудь там подарки есть такой ставят чтобы оно пришло там с неба и активация возможно но она возможно притом если вы человек с очень хорошим воображением вот поэтому вот эти ставы хочу там из ниоткуда что-то получить они не работают у всех но они работают в принципе могут работать вполне чертить в воздухе говорит то есть четко представлять себе эту структуру вот я например мне очень хорошая зрительная память вот именно я забываю меня с этим поэтому я люблю рунику все зашло еще люблю ящу ты позже скажу то есть это работает если чертить даже пальцем и думать о том что ты хочешь получить то есть оговор по сути когда я борюсь за оговор это не это не суть слова это не там действует не просто я подробно когда оговор говорю я подробно формулирую мысль потому что вот я вам объясню мне часто рассказывать ой тут оговор эти руны пусть ко мне вернется вася я всегда смеюсь и захожу мне эти каналы которые там это сказать три раза аминь каких вообще какого рожна говорить аминь кому руном аминь говорит да вы что так вот особенно мне смешно там вот пусть вернется вася вы рисуете эту руну и говорите пусть ко мне вернется вася это не заговорная магия вы не приказываете вы не просите ничего ни у кого выру нам определенного направления задаете программу как они как им что выходят не хотите получить вот и все вы им объяснить должны этим рунам если вы им толком ничего не объяснили они ничего не будут делать пусть вернется вася что ваш ваш ваша вася делал не знаю нам писал вам ночью какую-то глупость вот он может вернуться вот в этом же разрезе написать вам ночью какую-нибудь глупость вот и все она исполнилась вот все больше на ничего делать не будет если вы хотите четко получить что-то больше вы должны это четко представлять хотя бы можно объяснять чтобы это были любовные постоянные интимные семейные отношения в реальной жизни они на расстоянии вот так и либо вы должны это понимать сами потому что люди часто не понимают чего не хотят вернулся вася и я спрашиваю что вы понимаете по тем что вернулся вася чтобы что должно быть но он должен меня любить у даже мне непонятно все что-то как как должен ее любить вас непонятно и рунам непонятно аронам еще непонятнее это раз вот эти оговоры которые пишут меня не поражают не дают ссылки мой клиент мне нет времени читать всех этих безумных бабушек пожалуйста кстати клиенты прошу вас не надо мне присылать какие-то часовые видео как она сидит рассказывать возьмите листочек говорите ему пусть что-то там случится пишите руны и кидаете куда-то ну 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 просто с ума можно сойти где как она это вообще все с чего она взяла это пусть нету такого пусть вруна но нету есть четкий оговор или представление что должно произойти в какой срок потом значит так по поводу маркеров безумства луны оговор вот эти пусть аминь а по поводу богов по поводу богов тут вообще завал надо и и и что-то носить какие-то откупы какие-то перекрестки какие перекрестки какие откупы еще раз говорю что это магия графическая никаким руны на перекрестках не живут с ними на перекрестках носят чертям на перекрестках носят каким-то духом который там обитают никогда не в жизни никакие перекрестки нет понятия откуп успокойтесь так дальше откупы сумас сумасшедшие совершенно люди каких а особенно какого-то одина или локи они вот надо усилить оговор с обращением фрей и представляете это все это все завал как им объяснить что фрея чтобы вот это все равно что вы идете там ногой выбиваете дверь и заходите не знаю врачу какого-то там больницы крупной я решил ты знаешь что от тебя хочу вот так же точно вы вы вам лепить эту фрею какую-то наставку что руна они могут без при афрея еще неизвестно что она вообще вам сделает потому что мы к ней ворвались непонятно с какого рожна афрея ли это вы говорите о этом не приснился сон какая-то фрея фрея просто так вот от ничего делать какого-то васю захотели или маму машу да сейчас вам просто спринят фрея начнет прыгать перед вами не лезьте к фреям успокойтесь не надо или вы там принесете меда и и фрея прям с вами задружит сейчас невесте к этим фреям это отдельно служение отдельно жречество и все это отдельное вообще не прикасайтесь к этим фреям потому что скандинавские боги почитайте эти эды не просто спрашивают а какого автора почитать я вам скажу что я прочитала и раз не буду и говорить потому что читать а там один одно говорит другое другое даже нашелся тот который прилепил зодиак круно но не было никакого зодиака у скандинавов не было что их читать читайте эды ну по приворотам приворота и помните что есть привязку вы делаете своей кровью потому что есть трудно которая надо наносить для идентификации слюну или кровь вот если и опять же руны они хватают вашу мысль вы можете оговор там продуманы если вы не понимаете о чем вы их просите руны бессмысленны как вы это так что вы держите в уме когда вы делаете этот приворот вот что и делаете ли вы привязку к себе своей кровью ваша любимая варили ваш любимый убил не на вас а не кого-то там у меня был даже товарищ который делал приворот и почему-то активировал голубиной кровью подождите хорошо ваша девушка должна любить голубя вот как вообще что это просто просто есть одна система вот там черная магия есть какая-то там буду есть сантерия есть еще и есть руны не надо их смешивать потому что это ну как сказать во первых бессмысленно ждать луны когда руны именно тем и хороши что они оперативные очень откупы там не лезьте к богам там все гораздо проще за что я их и люблю и самое самое вообще самое что ужасно вот буквально недавно посмотрите это видео что делает человек автор канала и не знаю человек я так поняла что он либо звукооператор либо он какие-то дискотеки вел чем он занимался у него красивые звуки он берет берет весь футарк и показывает весь футарк от начала до конца и не так по кругу него 10 минут для чего это все проход прогонять весь футарк чтобы что это исполнение желания какое-то исполнение желания все руны вы понимаете что руны вставок подбираются какой-то целью ставится определенном порядке вяжутся по вертикали там расположение это одно значит слева направо это другое какое-то другое назначение а тут человек просто пропускает весь футарк причем там есть руны которые она как бы друг другом не то что не совмещаются они как бы обнуляют руна есть там допустим все 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 эти руны они они просто не 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 запустятся есть если вы их все через себя пропускаете или люди лепят ставы берут половина футарка не запустится это как какой-то танк двигать вы его не сдвинете с места он не просто не 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 сработает этот самолет не не поднимется вот этот холодильник не будет холодить потому что в него вставили не знаю коронку зуба пропеллер что там часы и так далее тоже не холодильник он не будет ничего не холодить не часы показывать ничего не поездом он не будет вот вот так вот делают ставы на люди не понимает им кажется что вот если она по весь футарке он будет красивый меня будет 100 на аутизов это обязательно сработает до час потом по поводу еще есть хит сезона подающие левая правая рука когда речь идет о деньгах я говорю какой-то спам нанесите на руку потому что ну есть такое там на пульс можно наносить просто на руку чтобы рукой рука это вообще-то действие какое-то что правая рука это действие и мне начинают рассказывать что вот мне начинают рассказывать мне что интересно дать человек который не значит такое и дыш такое уныш у него ни разу не сработал ни один стал вообще не зачем ставят форму отвечает а что это на правой руке а надо на левой руке потому что левая рука берущая да что вы говорите левая рука ставы на деньги оказывается это у нас надо ставить на берущей руке во первых изучая руны изучая вообще хоть что-нибудь вы хоть чуть-чуть вникайте во первых руны на деньги это энергия направлена на внешний мир все что мы ставим на левые руки направляем на себя худеем вычищаем негатив на левой руке что мы еще делаем открываем ясноведение свое узнаем какие-то развиваем свои таланты до избавляемся от каких-то болезней это все налево а при чем-то день и простите они шума внутри растут философию какое-то понятие надо иметь для того чтобы причем это в христианство вы подошли не было никогда такого скандинавского ничего не клянчили они получали именно то что планировали и правая рука это направлено на преобразование мира таким образом чтобы получить деньги все и деньги мы получаем из внешнего мира они почки продаем это так у них такой подход был в жизни у них такой был подход к магии и никогда левая рука левая если на левую руку денежные ставки наносить потому что она берущая они не брали они они вкладывали сначала что-то а потом они получали деньги из того что они работали с внешним миром они бы преобразовывали не путайте с христианством которые что-то клянчут у боженьки куда-то на колени упасть попросить какую-то фрею что-то хватать ее там носить это это не просто это не про северную традицию у них бой у них считалось умереть в бою это это настоящая смерть вот люди которые умирали в бою то считалось почетно а что у христиан боженька дальше не будь мне я тебе молился я ничего не ел не пил не кушал я только тебя боженька любил там бил тебе поклоны да ничего не будем не дающие у меня берущая рука есть нет такого нет чуть-чуть и мне интересно почему люди мне это рассказывают про какую-то берущую руку какую-то дающую руку у них есть рука правая преобразовывающая внешний мир и левая которая направляет энергию то есть сторона левая преобразующая себя преобразовывать всегда надо либо себя либо мне все вот это вот вся разница ничего не к ничего не клянчат ничего какой-то все конкретное очень поэтому нет никакой берущей руки и для денег надо поднять попку побегать направить куда-то на бизнес если существующий или на какого-то васю который может вам должен денег вот так действует день на клиентов которые должны прийти на товар который у вас должен продаться ли услуга или сайт какой-то не знаю что там вот так вот внешне это внешне это не ваши не ваша лично вот поэтому нет никакой милостыни речь не идет так что там конечно можно все зависит от того вот это еще любят меня это типа они считают что это приворот печать фрей и кстати вот это я как слышу фрей я какая так стала прилеплена мне сразу вот это знаете что что вы не обязательно новички кстати любят нет я возьму печать фрей и все это будет навсегда это будет вот как раз фрей вас и подставит время мы покажем какая она что такое фрей и что такое руны вам не лезьте на богов богам надо служить богами надо дружить богами надо налаживать отношения то все равно что я сейчас знаете начну там писать президенту какому-нибудь ствол вот я с вами готова сотрудничать давайте сейчас мне интересно как вы себя представляете фрей я еще вставлю печать фрей и она это вообще к изменениям радикальным она не относится кстати не приворот на очень много информации которая не относится вообще к столу она не рабочая я так может я не разбираю личные вопросы на общем видео знаете это ваши личные вопросы у меня нету так уж я сижу как там в тик токе какие-то тетки вот это они любят такое нести то продающую какую-то руку про какой-то цвет маркера цвет маркера цвет маркера цвет маркера до одного места так бесконечный отец отец объекта все как надо значит не надо что в голове что-то не то держите львы отношения плохо себе представляете как они должны выглядеть это отношение что как это насчет сроков еще раз сколько читаю я поставила и вышла видео там три дня назад уже пишут ну что у вас работала чуть-чуть а вообще руника это месяц три недели это среднем вообще начинает работать став среднем есть редкие исключительные случаи ставы которые именно рассчитаны на сутки на часы на быстро набирают силу есть такой но в основном три недели месяц раньше это это нет смысла это обсуждать чего чего там обсуждать что-то а все значит не сработал начнись не работающий вон это не работающий либо вы не подобрали став правильно не относится к вашей силе или вот обязательно если какой устав возврат допустим денег или там на деньги а можно я получу не деньги а васю рунических стал миллионы да там столько их накрутили но поройтесь найдите для вашего случая конкретно почитайте потрудитесь нет ну давайте мы одним станции тараканов изгонять и васю возвращать и и деньги и здоровье ну ну так не бывает руника она же уникальна ей можно делать абсолютно все да единственное что когда в эти века не было бумаги и они наносили это на достаточно твердых носителях и они действительно там их жестко вырезали и когда вы наносите ставы на свечах допустим я рекомендую и хорошо прорезать а некоторые люди показывают что они там на свече пишут маркером еще там рассуждает опять же тема зеленый маркер красный режьте если вы у вас есть возможность вырезать делайте вырезку на на этих свечах потому что и именно даже не царапать а режьте вот так как она восходит кругом так как она у источников если у вас то что на бумаге да у нас сейчас появилась бумага это тоже своего рода как бы аналог конечно носителя все это она работает вот по поводу работает но немножко по-другому как это я объясняю на своих уроках вот этот нюанс что не было бумаги руны вырезались вот и связи с этим произошел один нюанс я бы тут не рассказывал идем дальше по нанесению рун по активации тушения не активируют да это никаким крови голубя не активирует и не привязывают руна до что я хотела сказать еще что-то мне такое замолачивали про руны так то что оговор это просто ясно понятная мысли не надо там накручивать фрею одина христа мини пусть к пусть кать что-то там какие-то витиеватые фразы сочинять красивые это главное правильно вы наложить вашу мысль четко по поводу сроков я сказала ровные я еще раз говорю что читайте это там все все о рунах сказано еще живу что и читайте любых любые потом инструкции ну после того как хоть что-то вот что-то из рун прочтите вы сразу поймете что такое руна и как они встраивались жизнь человека по поводу того что руна и другие другие вот христианство буду какие-то ислам абсолютно любые грегоры что характерно что скандинавы они еще были путешественниками они первые кстати сдала до всяких америка виспучи колумба они уже в америке были там руника есть в америке они туда они везде плавали они со всеми встраивались в любые общества поэтому у них вот вот это у них выработался вот эта способность подстраиваться под любую жизнь под любое общество под любые верования и работать то есть рунами можно например отрезать себя от раскреститься даже такое руны очень хорошо дружат с чертями усилить это сотрудничество усиливается то что вы просите у чертей да там папа по любимой вами схеме общения с какими-то ли демонами и чертями то тут уже вы на должны налаживать по любому там по этим правилам и вы можете то же самое просить урон и они будут работать слаженность они не конфликтуют ни с чертями буду всякими как отнесется те же христианство христианство она закрыта она не приемли там рун рун и если вы еще там одина подруно вызывает то вообще руны уникальны еще тем что они могут уничтожить любое колдовство включая вот ну там джинны воду абсолютно все потому что руника она имела они имели контакт со всеми людьми это путешествие они знали всех они знали все и они проникли абсолютно в любые общества вот потому что они мореплаватели были они же у них ничего там не росло там током да они конечно нас поели да что-то там выращивали но они очень много пиратствовали будем так естественно что на чужих землях они вынуждены были со всеми договариваться встраиваться понимать понимать людей этих должны были и руника обладает таким универсальным качеством абсолютно встраиваться в любую систему вам наша бета-система не искала чужаков дружественно хотите можете себя отрезать от ислама хотите можете отрезать себя от христианства ну естественно что это не просто надо защиты там ставит но больше нигде вы не сможете если допустим вы будете переходить принимать ислам и выходить из христианства то вам попадет и и оттуда и оттуда от чего вы хотите отрезаться сказано сделано не ожидать чего-то там пока там планета войдет пока луна там зайдет пока еще что-то так так чертями на дружба черти просто ровность это свобода выбора это причем свобода и от своих же этих богов пантеон там отдельно хотите налаживайте с ним отношения хотите не налаживайте так рунами можно сделать все надо знать подбирать их руны и надо тестировать все таки мантика таров тоже я пользуюсь тару надо смотреть что есть такие нюансы ваша личность вот а забыл кто-то как опять ко мне одна тетенька зашла и начали вот баба глаша у себя на канале сказала что что нельзя на огурец делать огурец нельзя делать я вам скажу честно что я сама у меня на огурец не работает но я не рисую я художник я я должна либо нарисовать этого человека чтобы он был похож либо мне нужно фото либо что я делаю я не рисую для меня вот это вот она бы это не человек но есть люди у которых это работа у которых это работает просто вы должны понять это ваше или нет у меня например не работает но я на на огурец но я что делаю я беру как у меня работает я пишу там вася день рождения номер телефона не знаю где родился где учился то есть я пишу там рост метр восемьдесят там любит ходить черный круг то есть я очень-очень много пишу информацию об этом человеке и это вот у меня такого такого рода огурец вот вот так но есть люди у которых реально они рисуют огурец ставят ему сам на грудь на на лоб что-то и она у них работает так что не надо мне рассказывать что не рекомендуют на огурец просто у вас может она не работать это правда но это не значит что не работает есть люди как который как раз на вы только на огурец и ставят на огурец это я там объясняю что это да нет руника делается по фото если воздействие на человека то если нет фото то рисуется как бы такой вот человечек огуречек вот это называется огурцом они то что вы подумали не знает есть такое понятие просто это должна быть для лун какая-то информация который вы должны достать из себя изменяет информация на огурец не идет фотографии то само собой это отпечаток энергетически это сто процентов того все должно работать на огурец мне не накладывается потому что ну вот я эстет огурец не похож на человека у меня это руна не попадает но я пишу очень много информации в цифрах каких-то там блондин там не знаю представляю человек какую-то рубашку там вспоминают вот эти вот подробностях где учился где живет адрес проживание можно описать какие-то привычки там пятно на жопе пиши все все что вы знаете чеки вот я не рисую огурец потому что все я нарисую огурец все так чистки работают вроде бы я все заморочки основные сказала которыми но знаете как глупость человеческая бесконечно человек сидит что-то вот она почистила картошку у себя и думаю а вот что-то я сейчас сказал ну там еще что-то там пойду на канал про руны а то пик пол она сделает себе там на пик пик поле руны на руке на руке ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту заливает их вот так как а у способы активации там какие-то придумывают и еще такой мне рассказывать вот я что-то там сделала все не по правилам у меня сработало не забывайте что значит есть основные виды магии обращение богам сотрудничество с богами сложный путь и долги но рабочие есть работа графическая магия то что работает через изображение это не только ровный из глиф и там всякие графических магии там есть мандала там так далее системы там мандал надо смотреть долго там впадать в транс там кстати с рунами не надо впадать в транс струнами не надо 40 раз повторять от заговорная магия магия слов это тоже другая магия вы можете там сидеть да вы обращаетесь какой-то там не знаю силе но вы там действительно надо 9 раз длинные это все разные виды и они живут надо их спутывать до 40 раз вот вы должны сесть и 40 раз что-то там прочесть в рунах это не нужно вот вы просто силе начертили нанесли сказали руном чего вы хотите все вы забыли вам не надо там часами ночами что-то значит его ждать пока там сядет солнце листом смотреть на солнце вот и заговоры которые там ну такая моя но полная свобода делать делайте что-нибудь не обязательно какая-то проси она найдется которая вот уже вырушила нас сиди думать о чем бы мне все придумать да вот в этот день нельзя делать руны потому что паска то что вы говорите они не знали что там у вас паска вообще это все да вообще вот эти все небесные цветила зодиаки это кунике не кунической и графической магии не имеет отношения да они праздновали все эти колесо года да они там убивали животных чтобы покушать вот ну то что рассказывают что там надо жертву какую-то ой такое рассказывать не надо никакую жертву руну то что то что происходит но есть кстати нюанс такой что они воевали конечно руна эти поливали кровью но это не значит что надо кого-то убивать до достаток на то есть такое последствия что люди начинают делать руники у них какие-то там порезы на пальцах или там ну капельку крови это когда пиво приносишь есть такое но это не значит что надо каких-то коровы забивает там не знаю убивать вообще это тоже кстати мифа какой-то какой-то кровожадности что не там такие страшные эти это больше к богам вот они да они там друг друга убивали там но еще те проказники вот если можно наносить да можно наносить на на листок до ситуацию да просто надо четко представляете вопрос в том что руна усиливает вашу мысль и надо человек просто либо думает черти о чем либо мне до конца не до конца четко чем мысль не четко уже что такое вернуть вас или пусть вася или вот это пусть я него не люблю пусть маша вернет мне деньги наша прежде не самом 100 долларов заняла на вас там когда-то 10 тысяч людей забывают даты говорить люди забывают цифры говорить какие-то четкость какая-то все должно быть конкретной а не так что да вот это вот наслушалась не знак каких-то кут кого они слушают пусть вселенная что-то там подождите когда вы ставите руны обращайтесь к рунам это все равно что вы приходите к врачу говорите но полечите меня а потом спасибо вселенной да что там врач вам выписывает вы обращайтесь к рунам они к вселенной пусть вселенной если такое что оговорит и самое страшное они хотят что-то получить отру обращаются вселенной христу не знаю бабе глаше как так можно какое неуважение вообще да вы пришли кому-то да и говорите что вы мне выполните но только я буду обращаться к вселенной ну вот вас у руны не работают зачем они зачем и сроки сроки успокойтесь то есть еще мне нравится как вот это заклятие когда все прошло три дня три часа восемь минут есть там которые не раскручиваются раньше двух трех месяцев вообще не раскручиваются ничего и не на следующий день и через неделю через три вы ничего не заметите вот ничего если вы не готовы к этому а я сказала я просто была на сайте и там какой-то геморрой он сказал что надо постукать палкой это надо сделать волшебную палочку и что-то с них здесь уже такое несут я вообще поражают да есть такое что рисовали они на плашках это как бы палочка было став вот но стучать то это не стучат по голове пусть постучать я не знаю люди конечно сочиняют одно дело когда эти сочинения ну как вот маркер да ну он ничего не решает но в принципе он как бы помеха каких-то не приносит а вот допустим луна это это ошибка очень серьезно потому что сегодня вы не нанесли чистку дам что-то приснилось а за две недели вы попадете в такой геморрой пока вы будете чего там ждать но ждите ждуны руника как раз с этой целью ну да этих целей служит лучше всего чтобы не ждать какой-то луны для чего ее ждать и на и а полипит пауз себя это вообще на упасть такая шум дальше некуда вот и не знаю и что мне еще может что-то кто-то мне напишет их это все буду с наверно уже скринить и может еще одно видео создам не могу выбить дух из двух должников во первых когда вы выбиваете дух вы должны должнику напрямую говорить поставили ставы сообщать ему что напоминаешь что ты мне должен столько-то денег я жду что ты мне ходишь это раз и должники да это самое противные да можно фото распечатано на обычной бумаге кстати руника а еще момент фото должно быть без очков фото должно быть какой-то там можно даже фото со спины это аналитические отпечаток их они не рассказывают что должно как у какая-то свежие фото и только вот чтобы лицо без очков абсолютно пофиг можно даже в очках даже в темных это все равно отпечаток понимаете эта информация которая человеке не мне для руники не нужны глаза по сути важен отпечаток человека все то хоть в чадре вообще только точно значит за это еще другой был этот человек допустим вот так такая уникальная система не грозный чтобы вам эти бабки не говорили дурные на своих каналах что-то носили они надо допустить какой-то таинственность я понимаю что очень хочется чего-то драма какой-то ну читайте это еще это нет они не такие сложные не такие объемные достаточно один раз еду прочитать этих фантазеров тех которые трактуют уже эти это их вообще не перечитайте никогда но кстати да как это обращался к богу бог не помог да ты лотерейный билет то купил как выиграл то есть руна может выбирает всегда самый простой путь иногда то что вы просите приходит в виде каких-то помощников нури а в реальной жизни до приходит какой-то совет допустим по что-то получить что-то написать какая-то подсказка в реальной жизни как поступить вообще если у вас какие-то вопросы то есть там все абсолютно става нигде такого разнообразия нет черный тоже черный ритуал там на ясновидение есть там на силу ведьмовскую есть ну вот допустим скрипал на ясновидение клиентов еще надо поискать абсолютно вы можете сами создать это придумать под ваши действия потому что у вас у всех разным кого-то вялый у кого-то наберут слишком бодрый его надо в обломать у кого-то вася там гуляка да какого-то далеко кого-то близко поэтому кого-то вася любит но денег не хочет давать там столько власть этих и конечно есть такой вася который на борту чем сильнее он вас любит тем не хочет выручить и не он закрывается что-то другое ставить чтобы вышел на контакт и открылся вам не боялся вам вас там все по-разному поэтому всех приглашаю еще раз на мой канал смотрите мои видео у меня все это рабочие все это проверено все эти ставы в работе много лет еще до тех пор как пока эти бабушки очнулись и увидели руны я уже это практиковал я уже получила результаты еще есть у меня уроки по моему направлению так как она есть можно купить один урок можно купить все уроки список будет этих есть под каждым моим видео вот то что работает а не то что какая-то баба мания придумала у меня там минимализм все только по делу для того чтобы выйти руны употребляли чтобы они вам приносили пользу чтобы вы добивались ваших целей и соответственно все консультации также у меня на так некоторые ставы имеют руну типа квиорд и другого футарка на тубрийский ваши отношения может быть может быть практика помним что руны это все-таки тайна-то тайна шепот и я их не люблю когда там но они есть они работают есть я поняла чем есть киорты это ставить гипноз по моему лорд есть еще есть они рабочие вот как ни странно я их стараюсь избегать просто вот так вот удачно они сочетались и они были проверены в работе а так вот просто чтобы сидеть их накручивать то став раз автор так немало видов некоторые стал вообще начислились можно начислились смотря что да ну опять же в унических приворотах там есть четко понятная структура так как вы воздействуете не вне просто там приворота где то есть именно на секс где то есть чтобы человек постоянно с вами общался допустим вот как раз все все всякие нюансы отношений до природы ну разная она по-разному проходит через вас кстати 90 процентов тех кто использует руны укрепляется в здоровье меньше пьянеет вот я за многим не отзываются что перестали пьянете ли меньше я вообще не пью но когда я пью я не чувствую опьянения 1 спокойствие отсутствие вот этих лишних эмоций а когда делаешь много рун хочется спать но не у всех есть десять процентов людей которые жалуются что они перестают спать когда делают много рун зависит видимо от вашей нервной системы я сама такая по сути все равно нервная но вот я сплю падают ставлю много рун всяких есть такая реакция то есть если вы попробуйте сделать тесно ставить на нового рун на какую-то ситуацию что с вами будет вы должны это почувствовать по-любому кто-то так делает вот кто-то если вы чувствительные да и поставили особенно руны огня не могут не давать вам спать если вы как что-то там какие-то он же видео может быть такое мы пробуйте если быть сверхчувствительным может быть такой шагу не сможете спать кто-то говорит что спит постоянно снятся эти руны они там крутятся не сон атакой то они не нужны никак в рунике не не нужны транс не нужно никакого транса вот когда вы 40 раз зачитаете какую-то заговор да вы можете впасть транс причем легко и это нужно в рунике он не нужен вообще супер супер просто система баба галя обязательно что-то напортит так ведущую буду обновить вот еще момент очень часто сильно заморачиваются вот это вот как же система если вас где-то валяют составы которые как вы считаете что они не сработали возьмите просто сожгите уничтожьте вот это дезактивация там что-то вот такое редких случаях бывает такое что вы наделали кучу он и чувствуете что в диагностики даст какую-то мантика пользуете что допустим они тянут с вас энергию может быть такое вы не забыли они лежат но я заметил что мы люди слишком заморачиваться если у вас лежит 33 каких-то ставок которых вы забыли которые вы считаете что они надо дезактивировать что-то сожрите их и все только не пускайте их унитаз или в мусор вот в обычный знаете что-то куда-то на ветер выпустите куда-то под дерево закопайте накиньте именно так вот чтобы это была природа не помойка не мусор к канализация какая-то там где природа в природу возвращаются еще вот эта ошибка слишком заморачиваться что-то не сработало все собрали это все сожгли все но надо сжечь нельзя просто выкидывать это нехорошо не есть хорошо просто могут быть изображения какие-то ваши чужие тоже не хорошо надо надо жить есть такой момент дезактивация какая-то то есть просто просто ясно дезактивация закончились я их сожла но тут уже какие-то переговоры друг другом за активация я сказала может быть я имею общение в общем тогда в основном женщинами такое говорят как у мужчин а еще одна ошибка вспомнила значит у меня мужчина говорит он берет плашку деревянную допустим делает себе защиту все правильно чтобы что берет делает человек пишет запорожье такое то вот не надо лишней информации на ставок наносить это защита она автоматически это как знаете рота солдат вышел и сказали копать они вышли о по запорожье будем защищать запорожье не надо никакой лишней информации наносить должны защищать вас они запорожье захотелось красиво где дерево напишу запорожье красиво не надо записать лишнюю информацию какой-то адрес то что не не имеет отношения к ситуации лишней информации не должно быть или там хронический стал взял записал какой-то номер или банковскую карту какую-то чужую не надо этого делать потому что эта информация лишняя информация не нужно вот поэтому не пишите на да и и вот эти вот всякие амулеты талисманы пишите только про себя пишите только суммы которые вы хотите получить или имя той женщины там мужчины не пишите там а уж то 1978 что такое уж то вруны только будет сбиваться надо будет перечитать а вы пишите может еще кто-то страх какие-то утверждения будем их разбирать потому что вот с огурцом как бы соусу где-то в чем-то да по сути логически до кого-то она действительно у меня не срабатывает но есть люди у которых точно это работает у меня работает по-другому огурец только не рисовать огурец маркер соусу он как бы не вредит но и сосредотачиваться на нем нет смысл может еще кто-то там слышал какие-то утверждения по поводу рун там пишите будем это бесконечная тема может еще обсудим но у меня пока все приходите заходите на мой канал тут много еще ставок ближайшее время я планирую на сновидение выложить с хороший став есть ставить и чистка и и прибыль денежная мельница то есть вот их хороший кстати обнаружила все это будет все это у меня очень коротко то есть сегодня 1 стрим очень на расту соли его пишите какие-то вопросы может еще раз формирую как ответы по поводу руники не ну а тетки они самые под подтянутся которые там вяжут картошку в части меня посещают даст критика обязательно без этого никак вы чистками смотрите чистки чистят только негатив почему-то есть такое мнение что якобы если вы чиститесь то вы счищаете всю всю магическую работу от чего вдруг нет если вы что-то делаете себе любого плана там рунического на прибыль на приворот чистки не чистят единственное что может быть воспринято чисткой как что-то как негативно не знаю там похудение например если вы поставили себе став на похудение а потом поставили чистку чистка может подумать что худеть это плохо это негатив может быть конфликт можете просто говорить что все работы которые поставила там графина все работы которые поставила я став не вмешивается в эту работу и пропускает через себя то есть это можно оговорить если если есть необходимость а если у вас только все на позитив нет чистки должны сносить не только негатив как как они могут сносить все так почему как мы им навредите как если боитесь навредить а говорите просто да и все ну как кушать надо постоянно качаться надо постоянно как мозг тренировать надо любая система требует постоянного подключения просто раз разная периодичность до пишите заходите обращайтесь покупать и уроки подробно в сжатой форме каждую руку меня по часу на надо даже больше все они на youtube вы можете их прокручивать сколько угодно всей семьей вот так вот да до свидания завершаю трансляцию до свидания заходите